Доброе утро! Сегодня я поехала в Измайлово, чтобы зайти в красивый Кремль. Я не читала информацию об этом месте, просто я видела, что она красивая и захотела спеть. Она вот сзади меня, эта вся красота. Но каково было мое удивление, когда там я увидела только рынок. Там всякие разные классные старые штуки продают, но на этом всё. Так что пришла дальше путешествовать. Продолжение следует... Друзья, сегодня мы с вами посетим Царицыно, большой дворец Екатерины II, хлебный дом. А также я возьму вас с собой в три оранжерея. Оранжерея это моя слабость, ботанические сады тоже. Поэтому знайте, что растений будет очень много. Сейчас я расскажу вам небольшую историю парка Царицыно. Вообще, Царицыно это дворцово-парковый ансамбль, даже не парк, который расположен на юге Москвы. Он заложен по повелению императрицы Екатерины II. Где-то в XVIII веке. Находится в здании музея-заповедника Царицыно. А вот музей уже основан в XX веке. Это исторически сложившаяся, наиболее известная и благоустроенная часть особо охраняемой природы территории Царицыно. Царицынский ансамбль занимает площадь более 100 гектаров. Вы только представьте. Поэтому кадров будет много. Он расположился на холмистой, пересеченной оврагами местности. Территория ансамблей парка ограничена северо-востока и юга двумя глубокими оврагами. С запада Царицынскими прудами, с востока комплексом оранжерей. Царицыно является памятником так называемой русской готики. Над созданием императорской резиденции в течение 20 лет. Представляете? 20. Работали последовательно два наиболее известных архитектора своей эпохи. В Большом дворце можно посмотреть короткий и очень интересный познавательный фильм. В нем рассказывается про Василия Баженова и Матвея Казакова. Царицыно это самая крупная в Европе псевдоготическая постройка 18 века. И единственный дворцовый комплекс, разработанный в этом стиле. Вот вы видите в основном кадры с Большого дворца. Он был построен примерно в 1786 году и устроился около 10 лет. Он строился на месте разобранных баженовских корпусов. Дворец в чем-то повторял замысел Бажена, но его основу составляют два равных крыла. Квадратных в плане, предполагавшихся для покоев Екатерины II и за царевича Павла. Оба крыла были соединены средней частью, которая снаружи выглядит главным элементом здания, монументальным и величественным. Однако, если посмотреть на дворец в плане, станет очевидно, что середина дворца довольно узкая и по сути представляет собой галерею, соединяющую главные объемы. Сейчас перед входом в Большой дворец вас встречает арка-галерея. Я ее не сняла, но вы можете погуглить. Она тоже безумно красива. Это декоративное сооружение, которое расположено между Хлебным домом и Большим дворцом. Кстати, в Хлебный дом я тоже сходила, посмотрела там большое количество представленных живописных и не только картин, различная старая мебель, работы и многое другое. Но самое интересное для меня это оранжереи. Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще, перед тем, как пройти в оранжереи, вы увидите оранжерейный мост. Его я тоже не засняла. Очень странно с моей стороны. Он не связан с творческой деятельностью Баженова и Казакова. Он построен в начале уже 19 века. Я посетила три оранжереи. Огромное количество растений. Для тех, кто смотрит меня давно, уже не секрет, что я просто обожаю ходить в ботанические сады, оранжереи. И просто в гости, где очень много растений. Растения это замечательные воздухоочистители. Зелень дома поднимает настроение. Они только носят функцию очистителя. Я присмотрела для себя огромное количество самых разных растений, которые хотелось бы мне выращивать у себя дома. Я думаю, что это все еще впереди. Очень яркие орхидеи, неизвестные мне и по сей день растения привлекали мой взгляд. Пара ананасов, лимоны, перцы. Даже земляника растет в оранжереях Екатерины II. Безумной красоты гортензия. Я могу перечислять еще долго и долго всю эту красоту, но вы ее видите сами. Я постаралась максимально кратко вам показать, но и то это было не все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После Царицына я отправилась на станцию Воробьевы горы. И если честно, я была очень голодная, поэтому просто мельком пробежалась по самым красивым местам. Это, конечно же, МГУ. Ну и после того, как я подкрепилась, отправилась, как вы уже поняли. Парк Победы. Мы с вами приехали в Парк Победы. Камера садится, поэтому материала будет крайне мало. Но я вам все-таки покажу эту красоту. Парк Победы очень значимое красивое место. Девятое мая я провела именно там, пока меня не настиг дождь. Величественные памятники по всей территории, прекрасный закат, видно Москва-Сити и, конечно же, очень красиво и привлекающее внимание арка. Я вам рекомендую посетить все эти места. Для меня это был самый насыщенный день из моего мини-отпуска. И если вам было интересно, то я буду безумно рада вашему лайку. С вами была Кристина. Желаю вам хорошего настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok